Возьмем воображаемый конструктор и попробуем внутреннюю империю на части разбирать и собирать в обратной последовательности, что из этого получится. А первое, что сделаем, вооружимся вот этой знакомой книгой о Дэвиде Линче «Беседа с Крисом Родли», где, кстати говоря, первый вопрос, может быть, недоумевающего журналиста, может показаться, что вы потеряли интерес к традиционной нарративности. И на этот вопрос Линч отвечает, что внутренняя империя совершенно традиционно. Я потерял интерес ко многому, но не к сюжетам. Это для тех, кто представляет, что в этом фильме Линча вообще все концы с концами не связаны, слишком запутанная двойная-тройная сюжетная линия. Так вот, Линч на это отвечает, что в каком-то смысле это очень простая история, и мы в действительности увидим, что как история Страйта, так и внутренняя империя все-таки имеют какую-то очень важную целостную фабулу, а там уже, понятно, не без постмодернистских вариаций. И вот первое правило, когда мы смотрим Линча любого, это помнить, что его картина не воспринимается с точки зрения тоже, в свою очередь, лишь линейной логики, а с точки зрения логики модальной или, может быть, какой-то музыкальной композиции, или представим себе, как мы анализируем, но все-таки анализируем абстрактную картину, когда тоже сначала только пятна и линии, а потом они во что-то складываются. И вот Линч говорит как раз на тему аналогии между музыкой и картиной, ну, собственно, кинематографической картиной и живописью. Зритель понимает, но понимает по-иному, и это понимание прекраснее всего. Когда вы видите абстрактную картину, внутри вас что-то происходит. То же самое случается с тем, кто смотрит мой фильм. Но мнение доверяют именно потому, что я снимаю кино, а не пишу картины. От фильма ждут поверхностного и последовательного сюжета. Однако человек может понять гораздо больше, чем ему кажется. Просто иногда он не в состоянии передать это понимание словами. Но он чувствует, что понимает. Итак, это исходная ситуация со зрителем Линча. Кстати, представьте себе эту ситуацию со зрителем Линча, которая буквализирована и в этом сюжете. Там заплаканная девушка, в самом начале картины она появляется, и в самом конце ее освобождают. Не то же ли самое с любым зрителем, может быть, из этого зала, из вас, который тоже так вот по ходу отчаялся понять, что уже в фильме происходит. В конце у него окончательно срывают башню. И поэтому должен быть какой-то спасительный тоже выход через открытые двери познания, который так вот наши горизонты прояснит. Но вспомним еще раз, что дело в том, что мы следуем рабской установке, воспитанной вот таким, ну, условно, жанровым нарративным кино, и не понимаем, что многие картины, ну, не говоря уже о бартхаусе там страшном, жутком, но тем не менее, многие картины, в принципе, даже простенькие, они воспринимаются иначе через призму вот просто взгляда или слуха. Вот еще одно извлечение из Линча о том, как приходят идеи, подобные той, что пришла с внутренней империей. Влюбленность в идею – странное, необъяснимое явление. В каждой идее скрыто столь многое, что я сразу начинаю размышлять о том, как эту идею можно передать средствами кинематографа. Она начинает складываться в единое целое из фрагментов. Сперва я сам не понимаю, как именно эти фрагменты складываются друг с другом. Безумно странное ощущение. Будто у тебя целая куча фрагментов одного пазла, но нет ключа, и ты не представляешь себе картину, которая получится из этих кусочков. Понемногу ты начинаешь говорить себе. Что-то происходит, оно складывается. Затем к одной идее прибавляется другая, так рождается фильм. Правда, иногда я вижу всю картину целиком, а уже потом дроблю ее на фрагменты. Но на этот раз все начиналось с разрозненных фрагментов. Но это конкретно о внутренней империи, которая складывалась из осколков зеркала. И, кстати говоря, и во многом из многих предыдущих картин Линча, или его живописи, или его сайта, вот этот указатель, который ведет, помните, героиню по фильму и показывает ей тайны лозы реальности. Это с сайта Линча, это одна из его картин, с которой знакомы зрители, ну именно подписчики его сайта. И поэтому это вот такой еще путеводитель по творчеству Линча, который нам показывает, на территории какой картины в данном случае мы находимся. Ну, скажем, чаще всего мы находимся на территории фильма «Малхолланд Драйв». Как вы понимаете, и эти танцоры оттуда же, и вот такая раздвоенность, расстроенность всех персонажей, и опять-таки принцип ленты Мёбиуса, ну и многое другое, вплоть до вот таких детальных совпадений мы тоже их увидим. Начнем, однако же, с названия. Первое, что нужно делать, знакомясь с какой-то книгой или картиной, это понять, какое значение к основному тексту прикладывается в связи с этим названием. Ну вот последняя цитата из этой книги. Началось с того, что однажды, когда работа над фильмом шла вовсю, я разговаривался с исполнительницей главной роли Лорой Дерн. Она рассказала про своего мужа, который родом из этого местечка, недалеко от Лос-Анджелеса. В эту минуту, когда я услышал слово-сочетание «Inland Empire», я перестал искать. И сразу осознал, вот оно, название для фильма. Означать оно может что угодно. Кстати, уже после того, как я решил, что фильм будет называться «Внутренней империей», и лучше название для него не найти, мне как-то позвонил мой брат. Он сказал, что делал уборку в небольшом домике в Монтане, принадлежащем моим родителям, и нашел в подвале детский блокнот, мой блокнот. Я там рисовал, когда мне было лет пять или около того. Брат прислал альбом, я его раскрыл, и под первой же картиной с видами Вашингтона обнаружил подпись «Inland Empire». Вот такие загадки бывают, странные совпадения, заближения в самой жизни Линча. Между прочим, «Шоссе в никуда» тоже возникло из автобиографического момента. Там тоже Линчу кто-то позвонил. Вот помните, как в начале фильма позвонил, потом подбросили кассеты, и вот тот самый голос с домофоном ему сказал «Дик Лоран мертв». Так во многом родилась идея «Шоссе в никуда», которые и снимали это в доме Линча, между прочим. Ну и вот здесь тоже из таких обрывочков снов, фантазий, музыкальных, может быть, композиций, где сам Линч выступил, напомню, и исполнителем, и композитором. И родилась эта очень странная, сложная картина, у которой обманчивая все-таки сложность, если глядеть на вот такую простую связь названия с текстом или с фабулой. И уже в самом начале вот эта вот одна рамочка и вторая рамочка ориентируют нас на то, что то, что происходит, не вполне реально. Помните такой театр «Селенциум»? И снова это нас отсылает к «Малхолландрайв», где исполнительница поет, потом падает, но композиция не прекращается. Не прекращается действие иллюзии, например, после того, как фильм кончился, и ты находишься под впечатлением. Не прекращается действие иллюзии после того, как ты подошел, например, если ты думаешь, что это вот трехмерная реальность. Потрогал экран, в фильме «Гадара Карабинера» есть такой смешной кадр, когда деревенский дурачок, впервые попав, наверное, в кинотеатр, пытается посмотреть внутрь ванной, где моется девушка, не понимая, что этого ракурса нет. Все-таки изображение плоское. И поэтому вот когда мы тоже понимаем, что вроде бы это плоское, или вроде бы это всего-навсего свет и тьма, а действие иллюзии не прекращается, даже если мы понимаем, что это вот актеры, а не живые люди. Если следовать коду Линча, а он код такой бинарный или тройной, то давайте представим себе в духе вот Лакановского, реального символическое воображаемое, трехмерную модель реальности Дэвида Линча. Вот представим, что мы смотрим типовой голливудский фильм из тех, которые сам очень любит Линч. Например, «Бульвар Сансет», ставший основой, толчком для Малкола Андраев. И «Бульвар Сансет» — это история об актрисе, опять-таки, ну и вообще о любой Диве голливудской, которая потом вышла в тираж и оказалась обыкновенным человеком. Вот вам основа двоичного кода. Ты смотришь голливудский фильм, и там какая-то красавица, Фам Фаталь или принцесса. Это первый слой. Но это всего лишь актриса, которая эту Диву, эту чудо-женщину изображает. Это второй слой. Но сама голливудская Дива, если посмотреть на нее не с парадной стороны, помните, как говорит здесь Джасин Терру, хотите настоящий шок, подойдите к зеркалу. Вот если посмотреть на нее в такое другое зеркало, если чистить с нее грим, если, например, отозвать журналистов и просто застать ее в домашней атмосфере, может быть, мы увидим, что это всего-навсего хабалка или шлюшка, или такая же, в общем-то, из Польши переселенка. Помните, здесь проститутки из Польши оказываются там на Аллее звезд в Лос-Анджелесе. И это тоже как будто бы какой-то сдвиг реальности. Не может быть так, чтобы мы перенеслись через прожженную в ткани дыру сразу в Польшу или обратно. Но, с другой стороны, это вполне натуральная, может быть, история, потому что почему бы там не быть, например, украинским, польским, русским, каким хотите, шалавом, который тоже ищет свою звезду счастья. И поэтому такая тройственная реальность Ленща, где мы видим иллюзию, потом другой уровень иллюзии, как вот эта актриса, изображающая Диву, а потом, возможно, кошмарную, открывающую в нас самих какую-то странную, неизвестную сторону реальность. Ну и вот тогда уже не двойники, а тройники. Не просто доктор Джекил и мистер Хайт, не двойник Достоевского, а более сложная композиция каждой личности, где мы вроде бы продвинулись в плане самопознания, но что-то такое еще не поняли в самом себе, от чего станет потом очень страшно. И тогда представим себе, что тоже какие-то подсказки рассыпаны по всему тексту, и они нам помогают понять двоичность, троичность каждого персонажа и каждой сцены. Ну вот спрашивается, зачем кролики? Тоже, может быть, это путеводитель по другим работам Ленща, и у него есть отдельная эта работа кролики. А с другой стороны, помните, что кролики говорят такие вещи, я все равно когда-то узнаю, у меня есть тайна. Вот как будто бы они нас тоже ведут по тексту фильма, и эти самые реплики могли бы говорить, например, герои фильма, который снимается внутри фильма, и у них такая же примерно тайна. Или эту сцену могли отыгрывать, помните, в Малхолланд Драйв на кастинге, где вот эта самая будущая старлетка показывает себя во всю красу. И поэтому такие какие-то обезличенные реплики, какая-то никакая тайна, но за этим может быть текст, там все что угодно, если вы сыграете это иначе. Фильм в фильме-фильме. Вот тоже не двойная, а, наверное, тройная композиция, которую мы здесь имеем. Снимается картина, которую переводят, ну вот в этой именно транскрипции, высоко над печальными днями. Не совсем точно, но пускай будет так. И помните, выясняется, что этот фильм был, что называется, проклятым текстом. Те, кто его сыграл, погибли. Ну, видимо, два главные персонажа, женский и мужской, актеры, точнее, которые играли эти роли. Это, знаете, такая американская версия «Мастера и Маргариты». Что-то было очень жуткое, травмирующее. У этого фильма недобрая история. И поэтому то, что это ремейк, это, с одной стороны, огорошивает тех, кто хотел бы всюду видеть оригиналов, а с другой стороны подумаем, а что не ремейк. Вот один из принципов философии Линча – это неповторимое. Другой принцип философии Линча – это повторение, которое все равно становится неповторимым. А Видий, по-моему, сказал, подражающий не подражаем. И поэтому, когда одно и то же проигрывается дважды, оно уже не одно и то же. Снова отсылаю к Malchon Drive. Помните, когда она отыгрывает эту сцену дважды. Сцену объяснения с каким-то героем-любовником. И второй раз это оказывается совершенно иной текст. Поэтому ремейк – это повтор оригинала, но бывают такие ремейки, которые лучше оригиналов, бывают чаще наоборот. В любом случае это совершенно иной текст. И в повторении тоже возникает этот второй, следующий слой реальности, который так интересен. Так что принцип Линча – это принцип очень современный, который когда-то популяризировали в научно-популярной модели физики. Представим себе концепцию знаменитую «наблюдатель за наблюдателем». Наблюдатель за наблюдателем за наблюдателем даже у Линча. То есть есть тот, кто играет, и возможно, опять-таки, не самого себя, не искренне, не от души, симулированные слезы. Есть тот, кто снимает, а в этом фильме есть еще тот, кто смотрит за всем тем, кто снимает вот эту первую сцену. Ну хотя бы девушка, это потерянная девушка, как значится в титрах фильма. Ну и вот так далее тоже получается, что принцип квантовой неопределенности работает. Один за другим, за третьим. И снова тогда непонятно, как вот эта вот первоначальная сцена, насколько она оригинальна, насколько она сама по себе, что ли, существует. Или она существует только в глазах смотрящего. Мы сейчас присутствуем в такой же квантовой неопределенности. Я бы ничего не говорил, если бы не видел вас, если бы не видел вот эту камеру, которая передо мной. И тот, кто сейчас, например, смотрит на меня или смотрит уже на экран в браузере, тоже воспринимает какую-то следующую и следующую версию реальности. И то, что я говорю, не вполне от меня идёт. Я говорю, ориентируясь на то, что вы слышите, и как вы это слышите, или будут вопросы, я на них отвечу. Ну, соответственно, этот текст такой тоже не вполне мой. Я играю, отыгрываю какой-то сюжет. Вот так и каждый зритель или каждый человек вообще, когда он предчувствует, что есть некий наблюдатель. Возьмите психологию маленького ребёнка, который ревёт только тогда, когда понимает, что рядом взрослые. Вот тогда он устраивает скандалы. Вот тогда настоящие сцены. Да это вообще принцип истерика как такового. Он всегда обращается к адресату. Любые его действия, они не безадресные. И поэтому есть тот, кто наблюдает, и этот тот, кто наблюдает, меняет то, что происходит. Вот так это и случается в этом фильме, если мы снова возьмём очень простой сюжет. Вот в этой первоначальной простоте героиня Лоры Дэрн Ники получает заветную роль, прыгает до потолка от счастья. Правда, рамочка фильма номер один. Помните, перед этим её посетила какая-то провидица Грейс Забриски. Это, конечно, одна из главных героинь Твин Пикса. Вообще очень загадочная мистическая женщина. Когда она в третьем сезоне снимает лицо, и там какая-то жуть, мы понимаем, что это не простой персонаж. А у Линча часто сам типаж важен. Вот здесь, скажем, телеведущая – это ведьма из «Диких сердцем». И поэтому берётся такой типаж, который привносит нелинеарное восприятие, который нас сразу какой-то другой отсылает нотке в творчестве Линча. И мы это понимаем. И вот эта самая Грейс Забриски, прорицательница, говорит, что если бы заглянуть в завтрашний день, то ты бы сидела вот здесь. Ну и потом это действие сразу моментально в завтрашний день не перемещается, когда свою роль она получает. Пока всё понятно. Если не считать, что некая магия или волшебство способны предугадывать события, ну так и время не обязательно линейно. Дальше она эту роль получает, начинает её играть, готовить со своим… Здесь его Джастин Терру играет, который был режиссёром «Малхол Андрайф» партнёром Дэйван. Ну, как это часто бывает, актёры заигрываются. Тоже давайте вспомним все эти звёздные истории, когда на съёмочной площадке актриса такая-то и актёр такой-то так прониклись симпатией друг к другу, что потом их адвокаты делают заявление, у них уже отношения. А потом, глядишь, они и женились. Ну вот тоже совершенно голливудская нормальная история, когда звёзды женятся на других звёздах, когда в служебный роман переходит настоящий роман, или потом он разбирается, наоборот, на части разбивается. Вот, может быть, кстати говоря, звёздная пара Николь Кидман и Том Круз распались именно на съёмках фильма «Широко закрытые глаза» Кубрика, когда как следует сексуальную сцену они отыграть не смогли. Может быть, Кубрик и открыл в них через кино то, что в них уже отсутствовало измерение настоящей страсти. И поэтому бывает обратная ситуация, стало быть, когда фильм меняет судьбу людей или вот этих актёров, изображающих персонажей, и тогда нас не должно удивлять всё, что происходит в следующей части картины. Когда теряется абсолютно граница между реальностью и иллюзией. Когда вдруг мы понимаем, что, ну вот это уже, пожалуйста, Польша, какая-то дыра в Восточной Европе. Образ дыры пронизывает весь фильм, потому что дыра — это такая точка перехода. Это дыра-вагина, дыра — это отсталая страна в Восточной Европе, которую на карте не каждый американец найдёт. Дыра — это вот, например, то самое место, где там около аллеи звёзд собрались уже остатки какое-то одно социальное. И много таких дыр, прожжённая ткань опять-таки, дыра-замучная скважина, через которую герой проходит другое смирение. Дыра-розетка электрическая, через которую, помните, агент Купер переходил в другой мир. И много-много-много невидимых лазов, через которые персонажи соединяются друг с другом. Или между вот этими порталами натянуты какие-то невидимые нити, указатели, стрелочки. Но здесь ещё раз напомним и понимаем, что частично это, например, «Дикий сердцем», частично и больше всего «Молхол Андрайв». Ну, «Призрак» или «Фантом», помните этого жуткого актёра польского? Ну, актёр хороший, персонаж жуткий, конечно. «Фантом» — это кто? Это, возможно, тот же самый Боб из «Твин Пикс». Почему бы и нет? Или это, например, «Мистери Мэн» — жуткий персонаж «Шоссе в никуда». А знаете вы историю актёра, который сыграл «Мистери Мэна»? Вот этого жуткого, страшного, с камерой дьявола «Шоссе в никуда». А он убил свою жену. Вот так вот бывает. И поэтому тоже непонятно, то ли он заигрался в дьявола, то ли у него было уже это измерение, оно очень удачно легло на кинематографический код. Совершенно непонятно. Ну вот они снова такие, видите, нити, которые натянуты не только между персонажем и персонажем, а между персонажем и актёром, и другим уже реальным человеком, с которым связана жизнь этого актёра, как у Роберта Блейка. Ну и дальше больше. Так что здесь вот тоже очень много таких узнаваемых вещей, которые принципом Мёбиуса, принципом неопределённости связаны. А если перевести эту связь на язык вот такой простой и всем понятной логики, то это тоже звучит в этом фильме несколько раз, лозунг. «Не бывает действий без последствий». Вот что происходит во внутренней империи, если смотреть на неё вот так вот очень просто опять же. Каждое действие вызывает последствия. Какое действие вызывает здесь последствия волновым эффектом? Это измена, супружеская измена. Помните, нам сразу показывают, какой довольно брутальный муж у Никки, как он сразу предупреждает Дэйвона, что будет, если ты не зачехлишь свою ширинку, что будет дальше, какой ты получишь урок. И поэтому вот это вот предупреждение о последствии, тем не менее, никого не останавливается, люди-герои заигрываются. И дальше мы видим три версии наказания или три версии разоблачения. Я думаю, вы могли их сосчитать. Вот в одном варианте оказывается, опять-таки, что этот муж – это просто какой-то грубый мужик. Мужик с отверткой, мужик с ломом, мужик просто какой-то, опять же, возможно, в Польше. Самый непрезентабельный. И он, как помните, объясняет, он стерилен, у него не может быть детей. Так как разоблачить измену? Да очень просто. У него ребёнка быть и не могло. В другой версии мы помним, как он просто, этот муж наблюдает, наблюдает из-за угла, горят его два глаза, как пары автомобильные. И поэтому вот в любом случае это действие получает своё разоблачение, а потом и последствия. Ну и ревнивая жена, представим себе, Дэйвона, которую здесь сыграла актриса Джулия Орманд. Она отверткой такие, отверткой Чехова, потому что чуть ранее она уже появлялась. Её вроде бы взяла Ники для защиты. Этой самой отверткой Чехова её протыкает. Преступление и наказание, классическая ситуация, действия и последствия. И поэтому вот в этой модели тоже тогда получается, что персонаж тот же, ситуация та же самая. Только если посмотреть на это через вот это вот тройное стекло, реальное символическое воображаемое, или возьмём ещё раз тройную модель Линча, тогда это будет сцена, закулисье и реальность. Есть то, что происходит непосредственно на сцене, есть то, что происходит, когда герой углубляется немножко внутрь в эти кулисы. Помните, первый раз это делает как раз Дэйван, когда он проходит на непонятный шум, туда в глубину съёмочного павильона, и там обнаруживает, что непонятно что. А потом мы узнаем, что там была уже Ники, в другой, вот в этой ленте Мёбио со стороны реальности, она выглядывала из того самого окошка, где, между прочим, происходит добрая половина фильма. Я надеюсь, вы увидели большую синюю розу на стене, интерьер, и поэтому вот там же эти девочки польские, там же этот муж-алкоголик, и там всё остальное действие проходит, как будто бы в каком-то закулисье, в другой стороне реальности. Но так здесь тоже всё взаимосвязано. И для раздвоенного, расстроенного персонажа тоже принцип здесь формулируется очень точно. Ещё в самом начале этот принцип звучит, как Грейс Забриски рассказывает притчу о девочке, которая родилась наполовину. Ну а дальше, помните, когда ещё до всяких этих разных пертурбаций и кувырков с иллюзией реальностью, дальше, когда с какими-то поляками муж знакомит героиню свою, ну свою жену, опять-таки Ники, она вроде бы слышит, но не понимает польский язык. Или вроде бы понимает, но не может говорить. И тогда этот самый муж говорит, она наполовину. То есть она полька наполовину или понимает наполовину. Или она опять же наполовину в этой реальности, а наполовину уже в той. И поэтому снова получается, что это вот такой разломленный на части субъект, который находится между светом и тьмой, между одной реальностью и другой, между сценой и реальностью, и никак не понимает, где он в действительности находится, что от него ждут, что можно делать. Ну часто Линч просто подчёркивает вот этот переход реальности в иллюзии, например, манерой съёмки. Помните, например, когда является, опять же, в самой первой рамке Грейс Забриски, прорицательница, её показывают нам такой увеличенной, очень приближенной к лицу камеры исказающей, в нижнем ракурсе искажающее лицо. А вот героиня Лоры Дерн показывается какой-то объективной, нормальной съёмкой. Но потом, когда прорицательница видит то, чего нет, тут уже меняется манера съёмки, меняется лицо, меняется мироощущение, стало быть, тогда Ники. И дальше чудеса, которые с ней происходят, они уже вот в этой другой происходят реальности. Ещё структура этого фильма может напоминать классические притчи, как, например, у Германа Гесса есть притчи про то, как монах послал своего ученика к ручью, ученик сбежал, долго скитался, потом вообще был каким-то военачальником-королём, потом его войско разбили, потом попал в тюрьму, потом он ожидает смерти, а потом он очнулся, он ручья. Всё это представилось ему за то время, пока он шёл за водой. И поэтому здесь тоже, возможно, та самая ситуация, когда между приходом и уходом прорицательницы всё происходящее здесь на экране, все эти три часа, чуть меньше трёх часов, это вот такой вихрь времени и иллюзий, представлений, которые проносятся в голове героини. Вот ещё одна модель такого сжатого-разжатого времени. Я говорю пока про одну рамочку. Рамочка — это приход прорицательницы, и она появляется снова в конце фильма, что закругляет и что снова возвращает нас вот в это другое пространство. Но у этого фильма и другая рамочка, вспомним. Это пластинка, это какой-то голос о том, что сейчас вы услышите самую длинную радиопьесу в истории, это вот сама игла такая, которая бежит по дорожке, и поэтому тоже снова театр селенцом. Всё это запись. И вот Грей Забриски тогда это тоже запись. Ну и, соответственно, всё, что вы видели в этом фильме, это тоже всего-навсего роли, игры, запись. Это всё не нужно воспринимать как вот такой нормальный, единственно возможный сюжет. Ну и поэтому тоже тогда можно взять рамочку чуть-чуть более широкого свойства и туда же поместить историю с кастингом, и туда же поместить все разные прочие чудеса и даже освобождение зрительницы. Оставить только вот то, что происходит, например, на титрах. Все персонажи выходят на поклон. Все они кланяются, и вот тогда выясняется, что там это не проститутки. И про обезьянку там говорили, что будет обезьянка вам, пожалуйста, про одноногую девушку, не забыли и её. И поэтому здесь на титрах вот как раз наиболее компактно всё это основное действие умещается вот в такой большой экскурс. Поэтому можно попробовать в этом фильме разные модели, можно идти за подсказками Линча, которых здесь немало, можно взять какие-нибудь философские простые способы воспринимать его. Ну, например, для меня во многом ещё это фильм о взаимоотношениях кино и телевидения, как тоже двух двойников, которые терпеть друг друга не могут. И это снова проблематика и Малхолланд Драйв, и маленького трёхсерийного сериала Линча в прямом эфире, и Шоссе в никуда. Шоссе в никуда ведь тоже кино, а кино, помните, кассеты, дьявол с кинокамерой, порнофильмы, ну и так далее. Там много именно о кино. Ну а здесь всё от начала до конца, даже когда мы видим погибающую Никки, а потом видим камеру, а потом съёмочную площадку. Здесь тоже такое кино, а кино бесконечное. И поэтому это фильм в отношениях к кино с телевидением. Кто здесь один из главных антигероев? Это жуткая ведьма из «Диких сердцем», телеведущая. Помните, когда выходит от неё Джастин Терруй говорит, как в говно вляпался в этом телешоу. Посидел немножко на телевидении. Ну, собственно говоря, что произошло с «Малхолланд Драйв»? Линч чуть не вляпался в очередной раз в телевидении, и слава богу, говорит он в позднейшем интервью, что «Малхолланд Драйв» получился фильмом, а не телесериалом. Что произошло со вторым сезоном «Твин Пикса», когда его заставили буквально изобличить убийцу и превратили всё второй сезон «Твин Пикса» в унылое зрелище, на котором даже фанаты засыпали. Помните все эти ненужные второстепенные истории? То же самое. Вляпался Линч вот в такой просто закон производства телесериалов, ситкомов, и здесь он постоянно сам смеётся уже над устройством телевидения. Помните закадровый смех? Только он не обязательно в сцене с кроликами. Потом этот закадровый смех появляется в других сценах, когда снова тогда ощущается присутствие каких-то внешних наблюдателей. И поэтому хорошо бы расстрелять кинематографу своего тёмного двойника все эти телесериалы. Ну и прямо в конце это и делается. Никки стреляет из револьвера, вроде бы фантома, но потом у этого фантома оказывается лицо ведущей телешоу. И оно плавится, исчезает, растворяется. Здесь кинематограф своим тёмным двойником разобрался. Другой простой вариант представить этот фильм как метафору зрительского зрения, метафору вообще видения. Ну понятно, что каждый фильм, он вставит нас в позицию, я вижу или не вижу то, что Линч снимает, я понимаю или не понимаю на уровне этого абстрактного произведения искусства как складываются вместе все пятна. И поэтому здесь мы видим тоже метафору слепоты и прозрения, когда зрительница закрыта, заперта, читая, лишена какой-то реальности и свободы, когда она открыта, когда мы видим разные ракурсы, которые меняют наше восприятие. И поэтому, вспоминая теорию Лакана, опять же, бегло и кратко, есть различие глаза и взгляда. То есть такого объективного зрения, когда мы видим, как бы видела, например, просто камера, и взгляда, когда мы видим, скажем, вот тоже, например, в лице женщине бесконечно милые любимые черты, но другой этого не увидит. И поэтому тоже вот так вот вглядываться в вещи иначе, когда экранные актриски, шалавы, приехавшие из каких-нибудь провинциальных городков, вдруг становятся Мерлин Монро, Мерлен Дитрих, и мы начинаем представлять себе, что это вообще неземное существо. Вот как раз возникает такая вселенная видение, когда мы не можем это воспринимать абсолютно объективно. Ну и здесь тоже персонажи постоянно спрашивают не только, где я, но и посмотрите на меня, видели ли вы меня раньше. Вот важно это узнавание, это преображение в зрении другого, ну, собственно, взгляд другого, отражающий желание другого, это необычайно важно. Вот такая тоже очень простая модель, но в любом случае это, конечно, конструктор кубик Рубика, кубик Линча, который невозможно ни двумя, ни тремя редакциям превратить в понятное и простое, удобоваримое зрелище, к счастью. Замечательно у Линча именно то, что когда ты пересматриваешь эту картину, если уж это даже с простой историей происходит, то понятно, что с внутренней империей возможность комбинировать и перекомбинировать элементы неисчерпаемо, и ты можешь смотреть только про историю, например, Фантома, только про историю мужа, весьма интересный персонаж, интересные его жизни, его резоны, его метаморфозы, только историю Ники, только историю Дейвона. Или, конечно, вот только следить за одной сюжетной линией, как, например, эта история измены и того, что за ним следует. Или посмотреть только, например, на то, как снимается картина и сколько разных ухищрений придумывает режиссер для того, чтобы выжать из своих актеров ту самую жизнь, которая снова становится еще одним уровнем иллюзии. Ну а замыкая весь этот анализ целиком, снова вспомним внутреннюю империю. Так что такое внутренняя империя, которую нужно писать только капслоком. Это принципиально для Линча. С одной стороны, это Тапоним. С другой стороны, раз это снова Лос-Анджелес, Голливуд, это место, в котором реальность буквально переходит в иллюзию, иллюзия захватывает реальность, и люди верят в то, что они небожители. Ну а проще говоря, это, конечно, такая внутренняя империя, внутреннее восприятие сознания, восприятие каждого из нас, когда каждый сам себе мир, каждый сам себе, вот тоже несколько этих слоев реальности, которые очень трудно вместе соединить. И поэтому здесь тоже оказывается, что фильм просто о человеческом сознании, о том, как оно сложно устроено. Невозможно его превратить не в линейную логику, попробуйте, например, женскую логику объяснить линейно. Невозможно его предметить в какие-то такие простые наглядные картинки. Снова какая-то синяя роза висит на стене, вроде бы висит и понятно, а что за ней? Смотрите, Твин Пикс, вселенная загадок. И поэтому каждый из нас это такое же приключение линчевское, дойти до конца невозможно, как мы связаны с другим непонятно, и блуждая только по одному сознанию, можно запутаться во всех возможных лабиринтах. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ